Первый день я буду говорить эту думку, которую я хотел бы сказать. Я хотел бы читать местописание, это евреям, 11 глава, 6 вершин. Написано так, «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надо, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его Он воздает». Есть что-то самое важное в Евангелии, и самое важное, про что говорит Евангелие, это наша вера в Иисуса Христа и спасение через Него. Нема ничего важливого. Это вестка, в которую мы поверили, которую мы пережили в своем жизни. Это прошение наших грехов. Я думаю, большинство тех, кто сейчас тут сидит, он с уверенностью может сказать, «Мене Христос зустрел, я пережил щире покаяние, я понимание того, что я грешник, и когда я в Иисуса попросил прощения, Он меня простил». И это не были знания мои, это была моя вера. Я поверил, я зустрелся с живым Иисусом. Это та вестка, которая сегодня может спасать невирующих людей, людей, которые еще не спасают, которые не знают Бога. Это та единая вестка, которая может дать им оцю надежду ради жизни, смысл жизни. Самое важное, что есть в Евангелии, это то, что Христос пришел, помер, взял на себе грехи, простил людей от их грехов, всякий, кто приходит до него, он не лишит, и он будет мать життя вечное. То есть в этой человеке появляется надея на будущее. Не только в этом житті, но и в вечность. И наша жизнь в этом мае утверждать. Наша вера в этом мае укрепляться. И эти маленькие попробования, которые мы проходим, они мают утверждать нашу веру в то, что Бог есть, Он верен своему слову, и Он выполняет и сохранит тот залог до конца. Кроме того, Он нам послав Святого Духа, который укрепляет нас в немочах, который называет Богом своим Отцем, и говорит, что для тебя приготовлена вечности, 100% зайдешь. В Риблянам восьмой голове Он говорит, что ничего, ничего от той любови Божией отдалить тебе и меня не сможет. Ничего. Ни начальство, ни влада, ни темрява, ни каких войн, ни ничого. Ни скорботи, ни печали, ничего от любови Божией, яка заключается в том, что Иисус Христос пришел на эту землю, помер, спас тебя и меня и дав нам життя вечно. Воно есть приготовлено. И Он подкрепляет нас словами и говорит, послушай, если в твоё життя приходят сумніви, знай, я пойду и приготовлю. Послушай, я для тебя особисто, для тебя пойду и приготовлю. Не сумнівайся. Я розумію, что в наше життя приходят певні випробування. И что-то не получается, так, как мы хотим. Хай ваша вира в Иисуса Христа в цьому не коливается. Бог є вирный. Стійте в цьому твердо. Він даст вам сили пройти и допоможе вам вийти в небо. Він все для цього дав. Тримайтесь. Оце віра евангельская. Я вірю в Иисуса Христа, який помер и воскрес. Він первисток, який пішов на небо в воскресенье. И Він каже, и всі вірні за Мною. Я в це вірю. І далі ця віра, вона підтверджується в моїх рішеннях. В одному з перекладів Библии написано, що Аврам поверил Богу, і це вмінилося йому в праведність. Але написано так, що він не принял решений, які противоречат його вері. Написано в нашому переводі, не поколібався вері. А в іншому перекладі написано, не принял решений, які противоречат його вері. Сідрах, Місах і Авденага видя печь перед собою, і розумієш, що в цій печі, навіть, ті, хто непокорні, і погибали, вони це бачили, вони це бачили, вони знали, що огонь горячий, і можна в нім згореть. І трезвий разум говорив це, вони говорять, «Даже якщо не так, наша вера в Бога остається верою в Бога. І поклоняться идолам ми не будем, тому що так написано. Наш Бог сказав, що це істинна, так ми должны робити, ми так будем поступати». «Даже якщо він нас не избавить, але вони говорять, ми знаємо, що він може це зробити. Наш Бог всемогущий, наш Бог всемогущий, в Його рухах все обстоятельства, все, що відбувається, в нашій житті, в нашій житті, в нашій житті, в нашій житті под його контролем. Що-то він допускає, що-то ми не розуміємо, в чому це відбувається. Але моя вера, «Господь, навіть якщо так, я все равно знаю, ти Бог мій, ти мій Спаситель, і з тобою я воскресну. Я верю в то, що ти приготовил для мене жизнь вечную. Горе человеку, который надеється на Христа только в этой жизни». І це говориться о тех, які говорили, що воскресенья немає. Апостол объясняє, і говорить, якщо немає воскресенья, то і ми з вами не воскреснем. Горе человеку, я просто в цій жизни верю Христу. Говорить, я верю Христу только сейчас. Но важнее вечность. Одна молитва, о которой мы молимся, наверное, не один раз в день. И в этой молитве я обращу внимание на наши слова. «Да буде воля Твоя, Господи, как на небе, так и на земле». Мы говорим Богу, чтобы Его воля, так как она исполняется на небе, а я думаю, что на небе она полностью совершается, так как Он хочет. Мы говорим, пускай она совершится. Я так думаю, мы говорим себе, и в моей жизни так же само. Пускай Твоя воля, вот так как ты хочешь, как ты видишь лучше, пускай совершится в моей жизни. Вот я говорю, это Богу. И, наверное, хорошо, когда в этой молитве я Богу открываю и говорю искренне, я задумываюсь над тем, что я Его прошу. И когда я прохожу этот день, я доверяю Богу, что я попросил Его. Я Ему открыл желание своего сердца, Боже, я хочу, чтобы Твоя воля, она исполнилась. Когда Иисус был в Гефсиманском саду, Он говорит слова, да будет воля Твоя, не как хочу Я, но пускай будет Твоя. То есть была Его воля, Его желание. Да минует меня чаша сия, но пускай будет не как хочу Я, а как хочешь Ты. У нас бывает похоже. Мы что-то хочем, что-то планируем, как-то видим. Но в молитве, отче наш, мы Богу говорим, пускай исполнится Божья воля Твоя. А Бог говорит, мои намерения у вас во благо, а не во зло. Я для вас самое лучшее хочу, чтобы вам было хорошо, чтобы у вас все получалось, чтобы вы были счастливы, но самое главное, для чего я отдал своего Сына, чтобы вы попали в небо. А без веры мы Богу годить не можем. Всякий, кто приходит к Господу, надо, чтобы веровал. Эта вера, она испытывается. Вот приходит испытание моей веры. Я могу много говорить, но вера моя испытается моими делами. Как я верю Богу, испытается в моих делах, в испытаниях. Начну ли я роптать, начну ли я унывать, начну ли я говорить, что все, Бога нету, потому что что-то не получилось. Дальше написаны такие слова. Иисус говорит, «Моя пища исполнить волю, пославшего меня». Он говорит, не просто я хочу, он говорит, «Моя пища – это то, чем я питаюсь. То, что меня насыщает, это волю исполнить твою волю». Иисус, Он дает нам примеры, Он показывал своей жизнью исполнение воли, говорит, «Я не делаю того, что я хочу, но я делаю то, что говорит мне Отец. Я не сам сужу, но я слышу, что говорит мой Отец». Как Он объясняет, как Он говорит, это рождается в личных, взаимных отношениях с Богом. Это рождается на коленях, это рождается в исполнении Писания, это рождается в молитве. Исайя, 55 глава, пророк Исайя, мы с вами прочитаем ее всю, там достаточно интересные есть мысли. Первый стишок, 55 главы. «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте, идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает». Никогда раньше не смотрел на это Писание, как я сейчас буду вам говорить, для меня это было откровение. Раньше я думал, и никак не мог понять, что же там можно приобрести, если у тебя денег нет. Сначала я обратил внимание на слова, он говорит, «жаждущие, придите». То есть те, кто хотят пить. И мы, правда, с вами различаем, есть духовные вещи, и есть материальные вещи. И мы с вами все знаем и говорим, вот когда за крещение Духом Святым, тебе необходимо жаждать, понимать, что тебе это необходимо. Это не значит, что ты пить хочешь. Я хочу. Я хочу это получить. И Бог через пророка Исаию говорит, «Идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра». Он говорит, «У тебя серебра материального нету, но к водам иди и покупаешь». За что же покупать? Если у меня материального нету, значит, Он говорит о чем-то духовном. Он говорит о чем-то, что можно приобрести без материальных благ, без финансов. И Он говорит, «Покупайте без серебра». Ну как, без серебра купить? Ну это что-то значит. Ну не просто же Бог говорит через пророка простые, пустые какие-то слова. Он говорит что-то важное. И без платы вино и молоко. И Он дальше спрашивает, «Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое за то, что не насыщает?» И Иисус говорит, что «Воля моя, пища моя, исполнить волю Отца». То есть пища, которую я ем, то, что это духовное, это что-то важнее. Давайте откроем с вами второзаконие. Сейчас я найду, где-то написано у меня. Восьмая глава, третий стишок. Достаточно интересные слова. Я не читаю с Нового Завета, они есть и в Новом, потому что перед этими словами в Старом Завете есть достаточно интересные слова Бога. Второзаконие, пятая глава, восьмая глава, третий стишок. Восьмая глава, третий стишок. Давайте со второго. «И Бог говорит израильскому народу, помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже сорок лет. И Он говорит, для чего Бог его вел? Чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем будешь ли хранить заповеди его или нет. То есть весь путь, которым шел израильский народ, путь голода, путь испытаний, путь недостатка воды, путь благословений. Это был весь путь, в котором Бог хотел увидеть народ. Какая его вера? Народ, который видел чудеса, народ, который видел столб огненный и облачный, народ, который видел, что море расходится, невероятные вещи. Бог говорит, я тебя в эту пустыню повел для того, чтобы увидеть. И дальше Он говорит слова. «Он смирил тебя, томил тебя голодом и питал тебя манную, которой не знал ты и не знали отцы твои. И для чего Он это делал? Дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек». Он говорит, обратите на две вещи внимание. Он говорит, я вел тебя не только дорогой доброй, он говорит, я давал манну, благословения, скажем, чудеса и голодом. Тут так написано. Томил тебя голодом. Мы принимаем христианство, у нас должно быть все. Все должно получаться. Ну, никаких проблем не должно прийти. Ну, не так. Ну, правда, давайте я посмотрю свою жизнь, посмотрите свою. Я думаю, что в каждом из вашей жизни есть определенные испытания, которых вы не понимаете, почему они приходят. Я тебе хочу сказать, это допускается Бог, Богом, для того, чтобы испытать, для того, чтобы проверить, для того, чтобы я и ты, мы могли увидеть, что не одним хлебом мы можем жить, но Словом Божьим. Он говорит, есть что-то важнее, есть то, что сказал Господь. Если Он сказал, оно да и аминь, оно исполнится. Не так, как хочу я, не так, как представляю я, но оно исполнится. Израильский народ шел по пустыне. Я бы мог думать, ну, Господь, мне кто-нибудь обувь подарит, одежда, где-нибудь животное убью. Но не так. Одежда не ветшала, обувь не стиралась, пищу они не находили, а Бог ее давал. Я своим умом могу предположить, как это будет. А Бог исполнит так, как Он хочет. Но Он сказал, что о всем, о пище, о еде, забудутся люди мира сего. А Он говорит, я ваш отец, я знаю, что вы в этом нуждаетесь, и я об этом позабочусь. Вот я просто вижу, есть определенное, двое человек точно из своей жизни это переживал. Вот люди, которые живут, не имея работы. Вот просто нет у них работы. Они не прикладывают усилия, чтобы ее найти, просто ее нету, не могут ее найти. И для меня удивление. Эти люди вам скажут, им очень трудно, вот тут в голове происходит, вот такое во. Но они говорят, у нас всегда было, что кушать, и всегда было, во что одеться. Всегда. Бог говорит, не бойтесь, война придет, голод придет, а ты не бойся. Вот в этом вопросе я про тебя позабочусь. Как я это сделаю? Это уже зависит от меня. Я расскажу свидетельство, которое не так давно со мной произошло. Буквально в четверг, а перед этим, я вот это местописание себе понимаю. Бог заботится о тебе. Бог знает, как дать, что кушать и во что одеться. У меня, скажем так, закончились деньги, вообще закончились. Остается 50 гривен, надо прожить хотя бы неделю. И я понимаю, что, ну, я не знаю, как вы, но когда я иду в магазин, туда уходит 200 гривен, как минимум, для того, чтобы что-то приготовить себе. Я понимаю, что, я уже не знаю, что будет завтра. Я понимаю, что, ну, просто реально не за что покупать. И в холодильнике ничего нет. Приезжает один брат, и я сразу скажу, у него своя цель была, что он приехал. Он приехал получить визу. Он приехал получить визу. И меня просят, мог бы ты встретить его? Я понимаю, что, ну, то, что я могу сделать, я должен сделать. Там, купить где-то билетики, жетончики на него, на себя. Я на все это деньги потратил. У меня уже ничего нету, ноль. Мы возвращаемся. Он визу не получает. Он возвращается. Подходим к маршрутке. Он говорит, Денис, я бы хотел тебя благословить. И он благословляет меня финансами. Кто бы мог подумать, что они появятся именно от человека, у которого планы, ну, вообще были приехать, получить визу. У Бога с человеком свое отношение. Бог проводит его через свои испытания. Бог знает, почему он должен был приехать, не получить визу. Я думаю, что он очень огорчился. Он думал, Господи, ну почему, для чего ты допустил? А я знаю. Только для того, чтобы я мог иметь благословение в своей жизни. Ну, я не говорю, Бог имеет свое дело с ним. Свое дело со мной. Свое дело с вами. Но я просто хочу вам сказать, Бог знает, откуда эти финансы. Один раз мы шли с сестрой. Вечером, она говорит, у меня финансов тоже тогда не было. И она говорит, у меня нету. Ну, нету, говорит. Вы не поверите. Я прохожу, и валяется 50-20 гривен. Я не знал, что у сестры этих финансов нет. Я поднимаю и говорю, пусть Бог тебя благословит. Она говорит, может тебе больше надо? Я говорю, нет, я знаю, что тебе надо. Я не знаю, как. Но не могу вам объяснить. Один раз идем так же самое, на следующий вечер снова то же самое. Я объясню, все страны далеко от меня живут, чтобы вы не удивлялись. Но просто Бог знает, откуда финансы появятся. Понимаете, о чем я говорю? Это очень важно. Мы верим в Бога, который дал обещания, который исполнит их. Моя вера в Бога не должна поколебаться. Он знает, откуда благословить вас. Он знает, как позаботиться об вас. Он знает, почему он допускает в жизни вашей испытания. Ну, представьте вот этого братика, который приехал получить визу. Расстроенный, страшный, зато для меня благословение. Ну, правда. Он, наверное, даже не понимает, для чего он приехал. Когда-то Миша Кукса проповедовал. Когда женщине попадает патрон в ногу, разрывает ногу, в сапоге грязь. Она доктор, говорит, рубайте ногу. Ей говорят, нет, что-то там помолились, потом операцию сделали в темноте. Она говорит, инфекция, когда к докторам прислали, говорит, надо рубать. Он говорит, нет, мы вам костной мозоль нарастем. Она говорит, Бог наращивает костный, ну, наращивается костная мозоль. Она старенькая какая-то была, там нереально 20 метров, но она так говорит. Вот. Когда Миша Кукса к ней подходит, она сейчас начнет роптать, говорит, что такой, плохо, и она ему говорит слова, что, если бы этого не произошло, я бы никогда не поняла, какая я высокомерная. И он в смысл, вот говорит фразу, для меня она запомнилась, он говорит так, что у снайпера на войне своя работа, а у Бога своя. Бог допускает определенные вещи, и только он знает для чего, но если ты пройдешь, ты увидишь, для чего это было. Я думаю, все же, может быть, не сразу, но пройдет время, и ты его прославишь. Единственное, что тебе необходимо быть верным. Пророк Исаия говорит дальше, он говорит, что для чего вам отвешивать хлеб и серебро, серебро за то, что не хлеб, и трудовое за то, что не насыщает. И дальше он говорит слова, он не говорит, купите, он говорит, послушайте. послушайте меня внимательно, и вкушайте благо, и душа ваша да насытится туком. И я понимаю, есть вещи, которые я приобрести за деньги не могу, но приобрести своими усилиями, своей ревностью к Богу я могу. вот эти личные взаимноотношения с Богом. Я могу их приобрести. То, что может напитать мою душу. Помните, мы читали с вами, не хлебом, единым будет жить, но Словом Божьим. Если Бог Слово скажет, оно исполнится. Если Он дал обетование, Он его исполнит. Не так, как хочу я, но как хочет Он, но исполнит. И Он снова говорит, обратись к моему Слову, обратись к тому, что может тебя напитать, к тому, что может насытить и наполнить туком тебя. И дальше Он говорит, преклоните ухо вашего и придите ко Мне. Преклоните и придите, приклади усилия, заставь себя отложить. Какие-то пустые, возможно, дела, не очень важные для того, чтобы прибыть с Богом, прибыть в отношениях с Ним, потратить время. Это то же самое. Потратить время. Драгоценное, ценное, да, сегодня, которое очень быстро уходит для того, чтобы побыть с Ним в отношениях личных, чтобы услышать, что хочет сегодня мне говорить Бог. И Он говорит, послушайте, жива будет душа ваша и дам вам завет вечный, неизменный, милости обещанной Давиду. И дальше давайте читать шестого стишка. Он говорит такие слова, ищите Господа, когда можно найти Его, и призывайте Его, когда Он близко. Еще одна мысль, кто помнит, Макиенко проповедовал, кто был в пятницу, и он сказал про то, что апостолы ожидали прихода Христа. И потому они так активно проповедовали. Они ожидали, они думали, Христос вот-вот придет, они раздавали имение, они понимали, что надо больше и больше людям рассказать про Христа, потому что Он скоро придет, и надо успеть много сделать. Смотрите, Бог говорит народу израильскому, ищите Господа, когда можно найти Его. Не похоже ли на это же? Пока можно найти, пока есть время, пока есть возможность быть в собрании, быть в чене, быть в молитве, пока есть возможность. Ведь придет время, и мы это знаем, когда будем искать, и не найдем. Пророчества идут, что будет время, когда не можно будет собраться так вместе, как собираемся сейчас. Но сейчас ищите Бога, ну так Библия мне говорит, я так понимаю, ищите Бога, пока есть хорошее время, пока есть время Его искать, пока есть время и возможность Его найти, призывай Его, когда Он близко. Он говорит, где двое и трое соберутся, я среди вас, призывай, зови, ищи, слушай, что Он говорит. И дальше Он говорит, еще одну вещь, которая необходима для того, чтобы понять Бога, или для того, чтобы мочь услышать Его, да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслов свои, и обратится к Господу, и Он помилует Его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. Он говорит, не просто ищи, но если ты имеешь в своей жизни грех, Он говорит, оставь. Тебе необходимо оставить. Когда-то в своей жизни я переживал ситуацию, где я себя простить нему. Я согрешил перед Господом, имея покаяние, я уже покаялся перед Богом, попросил прощения, но я не имел мира в середине. Дьявол приходил и говорил, ты грешник, Бог тебя не простит, Бог не прощает, ты согрешил, ты не мог так поступить, ты верующий. Девять месяцев продолжалась эта ситуация в моей жизни, когда я выходил в собрание, и эта мысль меня одолевала. Но смотрите, что Он говорит, ибо Он многомилостивый. Бог много милости имеет к нам. Он отдал Сына, и в этом Сыне уже есть прощение грехов, если я искренне выношу их во свет. Написано, если мы исповедуем грехи наши, Он верен и праведен, сто процентов их прощает. И вот тут надо взять верой. Не чувствами, а верой. И когда я услышал проповедь брата о том, что только двое вошли в землю обетованную, Иисус Навин и Халев, почему? Потому что не обращались назад. Я вышел с карьерной, я шел по улице, и я стоял на Божьем обетовании. Мысли говорили, ты грешник, эмоциональное состояние было разбитое, а я говорил, я верю Писанию. Бог меня простил, я верю, что грехи на Голгофе прощены, и я верю, что Бог дает силы. Я шел и говорил, поверьте, у меня веры особой много не было, но я знал, что это написано. Я знал, что чтобы выбраться из этой ямы, в которую я попал, а где дьявол меня обманул, уже накрутил, мне просто надо вставать на Слове. Я шел и просто говорю, я не верю мыслям, я верю Писанию, я верю Божьему Слову. Уже прошло долгое время, я вам могу сказать, сто процентов, даже когда я сейчас падаю, Бог прощает. Послушай, необходимы эти взаимные отношения с Богом. И вот он говорит, что есть что-то, что я не могу приобрести за деньги. Кто помнит проповедь, я не буду полностью цитировать, но притча Луки о девах. Десять дев, пять мудрых и пять неразумных. И я думаю, что это очень правильная мысль о том, что неразумные не приклали усилий для того, чтобы приобрести масло. У них дело в том, что у них были светильники и запас. Были светильники, в которых было масло, и надо было взять еще глетчики, сосуды, в которых должно было быть еще масло. И я могу, когда говорит, вот у меня есть. Но Писание говорит, этого, что есть, не хватит. Надо набирать еще. И если есть время, набирай. И если есть возможность, набирай, приобретай. То, что есть важно. Дальше он говорит, мои мысли не ваши мысли, и не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Как дождь и снег, не сходит с неба, и туда не возвращается, оно напояет землю, и делает ее способной рождать и произвращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так, и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Писание говорит, что Бога я понять никогда не смогу. Написано в Писании, что мы видим, как бы сквозь тусклое стекло гадательно. И только когда мы встретимся с Ним, мы познаем все истинно, как оно есть. Имея возможность быть в молитвенной группе, и молясь за одного брата, который определенные проблемы он имеет, имея определенные откровения от Господа, когда, ну, как просто понимание, я понимаю, что это правильно так делать. Мы собираемся, берем пост и молимся за одного мальчика. И, вот, когда ты это делаешь уже полгода, и ничего не происходит, руки опускаются. И начинается вопрос, Бог, а я вообще правильно делаю? Может, я что-то не понимаю, может, еще что-то надо сделать? И я позвонил маме, мама спрашивает, как дела? Я говорю, ну, чуть сложно мне. И она говорит, Денис, а почему? Я объясняю, что происходит. И она говорит, а что Бог сказал делать? Я говорю, ну, пост и молитва. Мама говорит, то то и делай. Бог сказал, что делает, то то и делай. чего ты планируешь, как будет. Сделай то, что тебе сказал Бог. Ну, и мы люди, мы привыкли планировать, представлять, как исполнится, как будет. Я просто приведу вам примеры о том, что не всегда и не у всех в Евангелии было все очень хорошо. Смотрите, что написано. 1 Коринфянам, 4 глава, 9-й, 13-й стишок. Это говорится об апостолах, о тех, которым, мне бы казалось, самые верующие, самые благословенные, самые такие, ну, евангелисты. Духовные истины знают. В Иисуса Христа видели воскресшего. И смотрите, что там написано. 1 Коринфянам, 4, 9-й, Мы гонимы, но не оставлены, не излагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса открылась в теле нашим. Ибо мы живые непрестанно предподвергаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса открылась в смертной плоти нашей. Восьмой стишок. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. В другом месте написано, терпим голод в нуждах, в постах, в трудах, в заботах о церквях. Апостолы голод терпят. Вы задумывались когда-нибудь, апостолы и терпят голод? на пучине морской, ненавидимы людьми? Не, ну не так же должно быть. Но так было. Но Бог остается верный. Бог был с апостолами, сопровождал проповеди чудесами и знамениями, укреплял их нею веру, они стояли в вере в Иисуса до конца и ждали Его прихода. Бог верный, Он позаботится, Он знает, как сделать лучше для тебя и для меня. Его Слово исполнится, и я, думаю, никогда Его полностью не пойму, не смогу. Мои мысли не Его мысли, Он мыслит по-другому. 2 Коринфянам 14 глава, 2 Коринфянам 14 глава, 17 стишок, а там нету, да? Может быть и первая, да, может быть и первая. Нет, 4, 4 глава, 7 стишок, 2 Коринфянам, 4 глава, 17 стишок. Смотрите, что написано. «Ибо кратковременные легкие страдания наши производят к безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временное, а невидимое вечное». Я хочу вам сказать, слово Божье, оно невидимое, это духовное, но оно вечно. Словом Божьим устроены века, так, что из невидимого произошло видимое. И снова Библия говорит, обрати внимание на отношение со мной, на мое слово, на то, что я говорю, на то, что я хочу, чтобы ты исполнял. Матфея, 28 глава, 17-20 стишок. Я не буду читать, я думаю, все вы знаете. Иисус говорит, «Сея с вами до скончания века, и мне дана всякая власть на небе и на земле». Иисус говорит, «Мне дана власть, и я, тот, кто имеет власть, буду с кем? С вами! Я буду с вами! Не оставлю вас и не покину вас». Апостол Павел говорит такие слова, «Умею жить в скудости, умею жить в изобилии. Я этому научился». Для того, чтобы этому научиться, необходимо было это прожить. Прожить и скудость, и прожить изобилие. И он научился в этом всем доверять своему Богу и Спасителю. Но скажу еще одно свидетельство из своей жизни. Был момент, когда я Богу говорил, «Господь, я готов послушать, что Ты мне скажешь». Сто процентов. Вот только мне скажи. Я понимаю, насколько лукаво мое сердце с Богом. Это то, что произошло, и меня оно очень удивило. Только скажи слово, и я обещаю, я исполню так, как Ты скажешь. Я молился, я постился. И когда Бог, вот я просто тогда услышал голос, отдал мне ответ, сразу после этого ответа. Я сам удивился, как я это сказал. Но я сказал, «Бог, извини, но принять ответа от Тебя я не могу». Поверьте, я искренне перед Богом стоял и говорил, «Мне только нужно слово от Тебя. Единственное, что я прошу, дай мне слово по моему вопросу, конкретное и четкое». Это звучит смешно, но это было правда. И Бог мне тогда проговорил дальше и сказал, «Денис, потому я Тебе и не говорил». Ты не способен услышать. Ты не способен слышать, исполнять то, что я говорю. Братья и сестры, давайте все больше и больше познавать нашего Бога. Он верный. Научиться слышать Его Слово и исполнять Его. Он верный. Он проведет, укрепит и благословит. Аминь.